Всем привет! Вы на канале СуперХит. В данном видео речь пойдет о том, как сделать безопасным способом долговечную работу лампы для подъезда. Многие люди и так знают, что для этого нужно поставить диод. Почему не поставить просто диод в разрыв цепи непосредственно в подъезде? Потому что никакая защита гарантированно не спасет от удара током. Например, проводка может быть очень старой и пробивать через изоляцию. Неизвестно, что именно размыкает подъездный выключатель в фазу или ноль. Например, выключатель может быть недоступен или кто-то может включить его, пока вы работаете с проводами. И в конце концов можно просто случайно коснуться контактов. Когда я решил поставить диод на соседнем этаже, меня зацепило током. Хотя я вроде как все предусмотрел, как мне казалось на тот момент. И это убавило во мне энтузиазма для дальнейшей работы. И тут я вспомнил, что у меня есть сгоревшая светодиодная лампа, из которой я и решил сделать такой себе переходник. Собственно говоря, мне понадобится эта лампа, диод и патрон. Диод может быть рассчитан на 1 Ампер или на 10. Подойдет любой. Патроны я, естественно, давно повыбрасывал, поэтому пришлось купить новый. И это самая дорогая часть в моей работе. Стоимость диода стремится к нулю. Реально счет в копейках. Разбираю лампу. Теперь нужно отпилить часть оставшегося патрона. Отпилил часть. Нам понадобится вот этот вот оставшийся кусочек. Теперь разъединить для того, чтобы было доступно место для пайки контактов. Также нужно убрать внешнюю часть и с патрона. Вот уже я и отпилил. Вот этой штукой убираю все лишнее. Продолжение следует... Ну и теперь сборка. Давайте подключать. Вот так лампа горит с диодом. Я думаю, можно собирать эту конструкцию. И, кстати говоря, вот так лампа горит без диода. Вы видите, свет более ровный. Лампа не мерцает и светит гораздо ярче. Почему же лампа быстро сгорает в подъезде и чем ей поможет этот диод? Проблема в том, что ночью, когда общая нагрузка на сеть уменьшается, напряжение в сети увеличивается. А дальше, для большего понимания, можно обратиться к статье в Википедии «Лампа накаливания», где в разделе КПД и долговечность можно получить достаточно полный ответ. С возрастанием температуры КПД лампа накаливания возрастает, но при этом существенно снижается ее долговечность. При увеличении напряжения на 20% яркость возрастает в два раза, одновременно с этим срок службы уменьшается на 95%. Уменьшение напряжения питания, хотя и понижает КПД, но зато увеличивает долговечность. Так, понижение напряжения в два раза, например, при последовательном включении, уменьшает КПД примерно в 4-5 раз, но существенно увеличивает срок службы почти в 1000 раз. Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надежное дежурное освещение без особых требований к освещенности, например, на лестничных площадках жилых домов. Часто для этого при питании переменным током лампу подключают последовательно с диодом. Такое включение снижает мощность почти в два раза, а световой поток снижается более чем в два раза. Кто не понимает в маркировках диодов и не хочет в этом разбираться, вам и не нужно это. Просто когда будете покупать такой диод, уточните у продавца, что это для лампы в подъезде, и продавец обязательно все поймет. Также, как уже упоминалось выше, есть еще один простой способ, можно поставить для лампы последовательно. Для увеличения срока службы лампы этот способ также подойдет. Не ставьте диод в домашних условиях, так как лампа будет своим мерцанием утомлять глаза. Для освещения в подъезде это не важно, так как время нагрузки такого света на глаза крайне мало. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!